Так Шри Бахулаша сказал, «Я почти не склоняюсь перед Шри Кришна сыном девой Кивасудевы и Нанды, которые даруют счастье коровым чувствам». О, Раман, я выслушал из твоих уст замечательную Матхура Канду. Теперь, пожалуйста, расскажи мне два Ракаканда, насыщенную нектаром трансцендентных игр Господа Кришны. Сколько у Шри Кришны было жен, детей, внуков, помудрец, а также расскажи, почему Господь решил жить в Два Раки. На все есть причина, смысл. То есть у Господа нет кармы, мы не можем сказать, что он вынужден жить в Два Раки, вынужден ехать из Верентарина. Нет такой силы, которая повелевала бы. Ну и, конечно, обычный человек полностью находится во власти судьбы, законов, деятельности собственной, а потом. Поэтому, какова же причина в Деянии Господа? Почему он делает то или иное действие? Почему же в том или ином городе? Почему строит Вараку? Почему уезжает из Верентарина? Почему женится? В чем причина? Что заставляет его это, так сказать, делать? И вот, слушая об этих играх, мы освобождаемся от секций и кармических последствий. Потому что лично, это Деяние трансцендентное. Очень просто, видите? Просто слушать эту историю, совершенно благотворно. Верентарина ответил, «О, царь, после смерти грозного Камсы, две его царицы, Асти и Практи, в великом горе прибыли во дворец своего отца Джарасанхи». У Камсы было две жены, две сестры, Асти и Практи. Они были дочими Джарасанхи. Известно, Кришман убил Джарасанху на арене борцовской. Камсы, да? На борцовской арене он сначала убил всех. Всех учителей боевых искусств, самых великих воинов. С Баларамой они убили там. Прямо на этой арене. Какое-то представление было подобно, как театральному представлению. Но это серьезное было сражение, были убийства, очень сильных воинов. Сначала Кришна и Баларамы оказались очень слабыми по отношению к этим бойцам. Они просто были незрелыми юношами. Возраст был такой нежный. Поэтому публика ужасалась, что же творит Камса, почему устраивает такие состязания несправедливые. Как он может состязать неравных бойцов, это же только подростки казалось многим присутствующим. Но там также были некоторые йоги, некоторые великие цари присутствовали на этом зрелище. И они видели по-другому. Они видели, что Кришна, Баларама, они сильнее всех. Они могущественные монархи. Йоги видели, что это сверхдуша, сердце каждого. То есть все по-разному. Видели его, тоже описывается. И в конце концов, в этой игре Кришна, Баларама убивают всех этих борцов, известных воинов, воинов, боевых искусств, учителей. И добираются до Камсы. Кришна лично убивает его, наматывает волосы на руку. Волочит по земле. Это мертвое тело. Всем показывает, что Камса мертв, потому что никто не мог в это поверить. Но вроде бы проблемы нет. Но это действие полегло с собой в следующую реакцию. Реакция ли это? Интересно. Если мы поступим подобным образом, конечно же, придет какая-то реакция. Что касается Кришны. Что происходит дальше? Наступает ли реакция на его поступок? Или как-то по-другому нужно это понимать? Ведь у Камсы было две жены. Они остались вдовами. И несчастные эти две женщины, Астии и Праптии вернулись в дом к отцу. Джарасанхи, который был верным покровителем Камсы, они были связаны вот этим мраком дочерей. Джарасанхи с Камси это были очень крепкие политические росты мюзы, очень могущественных демоничных царей. Поэтому Джарасанха, когда увидел своих дочерей в доме, просто понертвело от ужаса. Что тут описывается дальше? От ненависти, от злобы в Джарасанхи были серьезные проблемы. Взбешенный, он поклялся стереть с лица земли всю династию ядов. Собрав двадцать три Акшаухини, войск, Джарасанхи двинулся на Матхуру. В то время Кришна жил в Матхури, он погиб на Гриндавы, перехал Матхуру. Джарасанхи решил стереть с лица земли всю Матхуру, и все срок ядов. То есть ядовы, тогда столица обосновали Матхуру. Двадцать три Акшаухини, это много, я бы сказал, потому что точную цифру не помню. Кто-то помнит, только Акшаухини? Ну, здесь тысяч слонов, там сто тысяч воинов, что-то такое, это одна Акшаухини по-моему. Там есть спешие воины, есть колесницы, есть слоны боевые, все это вместе взятое в определенном количестве, одна Акшаухини войска. Здесь двадцать три Акшаухини, значит, было около миллиона, больше миллиона воинов в этом войске. Я могу ошибаться, ну, примерно так. Пакаши Кришна говорил эти слова, а, простите. Кришна, увидев, что весь город трепещет от страха перед ревущей армией Джарасанхи, напоминающей океан, в царском собрании сказал Баларами, Баладева, эту армию нужно уничтожить. Но Джарасанха должен остаться в живых. План возник у Кришны. Я истреблю несметное войско этого демоничного царя, которая стала беременем для всей земли. Таким образом, порадуй преданных. Так Кришна обращается к Балараму. У них нет такой армии. Кришна просто говорит из своего природного удовольствия эти слова. Как мы бы назвали это ложной гордостью. Да, я всех уничтожу. Кто бы так мог сказать. Из чувства собственного превосходства, из чувства собственного удовольствия. Кришна говорит из чувства собственного удовольствия такие слова. Невзирая на этот океан войск, он говорит, нужно уничтожить Баларах. Он к одному воину обращает, нужно уничтожить Баларах. Я хочу порадовать свою гряду. Нужно представить, что Кришна говорит абсолютно без страха, без тревоги. Потому что это Кришна. И там ревущие эти Акшаухини, и Матхура, она в божестве, жители, видите, записываются. Они попуганы. Пока Кришна говорил эти слова, две сияющие колесницы прибыли в Сайкунхаллокии на виду всех собравшихся. То есть речь у Кришны было все несколько предложений. За это время в Сайкунхии прибыли две колесницы. Не знаю, на какой скорости они передвигались, чтобы пересечь все эти вселенные. Сайкунхи именно прибыли сюда. Пока Кришна просто пару предложений говорил. Так что, похоже, что у него не ложная гордость. Сразу же, как бы, его слова стали реализовываться. Ведь две колесницы неразрушимые Сайкунхи появились в этом измерении вдруг на виду всех собравшихся. Взадиальные эти сияющие колесницы Кришна и Баларама в сопровождении небольшой армии Ядовов покинули город на защиту. Небольшая армия, две колесницы, одна у Кришны, другая Баларама, колесницы духовные, неразрушимые. И пока Ядовы и Магадхи сражались в кровополитном страшном бою, от которого волосы вставали дыбом, полубоги наблюдали за ними с небес. То есть полубоги не вмешивались с небес. Просто наблюдали. Страшно они так были. Начинаются как бы волоса ужаса. Сейчас будем читать как вы готовитесь. Передвигаясь на колеснице в сопровождении десяти Акшаухини, Джарасанха, царь Магадхи, сражался с могучим Шри Кришной. В окружении Питя Акшаухини в этой битве также сражался сын Джарасанхи, Дритараштри, Дуретхана, на стороне Джарасанхи против Ядовов. Дритхана принимал смерти в этой битве против Ядовов. Мы не знали об этом. Такая новость. Пауцарь во главе Питя Акшаухини на стороне Джарасанхи сражался могучий царь Виндхиадеши. А также на его стороне с тремя Акшаухини сражался могучий царь Бенгалии. Многие цари и васалы Джарасанхи также были там готовы отдать свои жизни на поле битвы. То есть не шуточное сражение. Это были великие герои и преданные Джарасанхи и скрепляли какие-то политические узы или обещания обеты или культура. То есть очень прочные были отношения. Они были все в окружении многих армий. Каждый великий воин его окружали много Акшаухини. Джарасанхи был окружен десятью Акшаухини. Когда вражеская армия покрыла собой небо тьмой остых стрел Шри Кришна оглушил небеса звуками тетивы своего лука шаринга. То есть стрелы уже полетели со стороны войск Джарасанхи. Тьма образовалась на это время. Туча стрел была. Сплошная туча стрел была. В это время Кришна взял лук шарингу и просит звук из тетивы пин не могу повторить но примерно так. Сейчас будет описываться что это был за звук. Этот звук эхом разнесся по всей вселенной эхом с ее семью планетными системами. Земля звезды и слоны поддерживающие все направления света задрожали. Землетрясение началось. От этого нестерпимого пронизлительного звука вражеская армия с лошадьми и слонами заметалась и лишилась боевого духа. строй стал нарушаться гражданских армий воинов не держат строй порядок там есть своя стратегия битвы и очень строжайшая дисциплина должна быть никакой волны не может нарушить приказы точно знать свое место от этого зависит исход битвы но Кришна значит тернул за тетиву взвег этот звук пронизывал все пространства дошел до слонов которые держат землю все стало вибрировать вместе с этой тетивой вот все зависит от Кришны видите не от Джарасанхи выясняется и армии потеряли вот этот строй ровный смешались стали беспокоиться не могли вынести этого звука услышав душераздирающий звук тетивой Кришны воины Джарасанхи за три питали от ужаса и ринулись в страхе бежать с поля боя затем подняв свою могучую шарингу сверкающей как молния господь Хари выпустил ураган стрел покрывая черной тенью всю армию Джарасанхи ураган стрел так здесь описывается о царь потоки стрел выпущенного из лука шаринга разбили колесницы в щепки уничтожая воинов и колесничьих множество стрел разрывали слонов в клочья вместе с их погонщиками снося головы лошадям и всадникам все воины этой великой битвы потеряв всякую надежду пали на поле боя от потока стрел с разбитыми мечами разорванными телами отреченными головами безжизненные лица сыновей царя смотрели в землю и в небо их извечные тела были разбросаны на поле битвы подобно множеству разбитых горшков в этом сражении разлилась река крови длиной в 200 миль где слоны верблюды мулы и кони казались крокодилами возглавленные трупы огромными черепахами колесниц акулами отсеченные руки змеями и рыбами украшенными браслетами повсюду словно на песчаных берегах лежали сельги драгоценные камни жерель оружия чамары флаги колеса от колесниц напоминающие водовороты все войско полегло на берегах то это и кровавые реки раскинувшиеся на 800 миль подобно реке в этой ране в мирах ада вот вот такой вот такой значит был ужас который можно было увидеть это одна сторона войны которая там произошла битва с Кришной ларамы одна сторона внушала ужас трусы не могли смотреть на эту картину они теряли способность сражаться герои восхищались этим кровопролитием то есть герой арии означает те герои арии которые понимали что перед ними открывается путь в райские врата путь к освобождению сейчас внешняя картина была страшная внутренняя картина была крайне вдохновляющая туристичная то есть можно было погибнуть в присутствии Кришны или от его стрел и получить освобождение зловещий смеяй в жутком веселье получащих гоблинов привидений духов и йогинь плясали на поле брани пиваясь кровью мертвых тел и собирали черепа до гирлянды Господу Шиви если мы гирлянды собираем в святниках когда пришли если вы хотите Господу Шиви поклоняться то можно вот таким образом действовать восседая на льве в сопровождении сотен женщин гоблинок богиня Бхадра Кали раскатисто хохотала наслаждаясь кровью убитых воинов она так их пьет когда голову бросает голову откручивает голова это естественно крышка упаковка такая для нее это так выглядит для нас может быть по-другому мы не видим что голова это упаковка для нее это была голова упаковка откручиваешь и пьешь что ли вот она хохотала тут ведьмы собирали черепа гирлянды с радостью с любовью делали гирлянды что предложить Господу Шиви такая там появилась свита погибшие кшатрии благородно исполнившие свой долг стали полубогами внутренняя сторона описывается внешняя всегда ужасная сторона и внутренняя представьте какая трансформация стали полубогами ведья тхарами и гандхарвами а псары жительницы сваргалоки выбирали их своими мужьями так мы видим мужей не хватает даже на сваргалоки иногда устраиваются битвы чтобы мужья все-таки были на сваргалоки тоже не только у нас такие проблемы видите полубогини желая стать их женами ссорились между собой из-за этих героев каждая из них думала он предназначен только для меня этот мужчина а другая думала нет мой ну такая была картина на расхват великие герои достигли такого уровня представьте даже богини за честь за честь принимали выйти за них замуж то есть нет такого мужа какая слава а тело здесь вот в крови там сеченые руки головы ноги украшения лежат где-то тут на земле валяются чемары все эти предметы быта все эти атрибуты человеческие которые так кажется важны просто валялись повсюду как мусор что превращается в материальное тело некоторые герои значит часть этих войск кришна ураганов стрел смел говорится что каждая стрела точно попадала в цель не было промаха это кришне и часть войска и часть войска баларама убил палец он владеет палец палец и настолько силе он равных не было в то время он был самый сильный в то время царь он был уверен в этой силе он мог даже бросить вызов господу баларами видите он на своей колеснице уверенно помчался навстречу господу баларами видя как он он уничтожил по армии свои палец он не испугался он великий герой видите он вступил с ним в прагинах вот с какими демонами сражается кришна когда колесница приблизилась баларама лучше изъядывав концом своего плуга зацепил красивую колесницу Джарасанхи и мотая ее из стороны в сторону разбил на мелкие части оставив царя Магадхи без средств передвижения лошадей и возничего но это как цирковое искусство взять плугом концом плуга колесницу помотать разбить мастерство затем он бросил свой плуг в сторону баларама схватил неустрашимого Джарасанху обеими руками и между ними завязалось жестокое сражение рукопашное то есть балараме нравится сражаться с демонами видите у него есть вкус к этому о царь Митхилы пока полубоги в небесах и люди на земле наблюдали за их поединком баларама Джарасанха бились в рукопашной схватке рука об руку стопа к стопе грудь к груди голова к голове паду на двум свирепым львам то есть они обнимали друг друга в этой схватке очень касались дел друг друга видите как удивительная раса рассматривайте не как карму это как расу потому что баларама в этой лилии он в блаженстве сражается с Джарасанхой и Джарасанхой конечно же в блаженстве сражается с баларамой при этом вся земля дрожала и трещала словно по швам разгневанный баларама лучший из рода яду крепко схватил Джарасанху и подняв над собой бросил плашмя на землю плашмя больно это я вот уверяю можете попробовать про это плашмя ударить об землю больно прыгнув над Джарасанху с палец в руках баларама хотел уже было убить его но господь Секришна остановил его баларама тут же отпустил Джарасанху сгорающего от стыда и умножения то есть он не мог перенести своего поражения было неслыхано что Джарасанху мог быть кем-то побежден и не просто побежден а еще и помиловал и отпущен на свободу для него это был просто неслыханный позор как шатри такой уровень стыд унижение пережил Джарасанху после этого Джарасанху по совету своих министров вернулся в Магадхадешу там Господь Кришна всесовершенная личность Бога супруг богини удачи убитель демона Матху разбил армию Джарасанхи забрал все ее богатство награбленное в сражениях передал ядовам распространил свою славу посредством суд Магад виндов и под победоносные звуки гимнов вет раковин и барабанов вошел вместе с Баларамой в город Матхуру насыпаемый цветами и злаками под взглядами жителей Матхуры сияющий неземной красотой Шикришна улыбался увенчанный золотой короной и украшенный желтыми одеждой держа в руках лук шарингу и другое оружие выселяя на колеснице запряженные могучими лошадьми под знаменем с изображением Гаруды и Пальмы он почитаемый всеми полубогами приблизился к царю Уграсений и предложил ему плененных вассалов победил и пришел к царю Уграсений и все трофеи предложил ему всех побежденных царей все то что досталось и богатство в связи за это сражение отдал царю Матхуру Уграсений так поступил Кришна флаг Гаруды и Пальма это флаг Вишна есть история в Пуранах об этом Гаруда должен был украсть нектар булавов чтобы освободить свою мать в инсту от рабства взамен попросил что нужно сделать чтобы ты была свободна от рабства ты спроси моих поработителей что они хотят Гаруда был очень могущественным от рождения он еще даже не все знал о своей силе но он очень хотел освободить свою мать и он спросил этих змеев которые поработили его мать что бы вы хотели получить взамен на свободу моей матери что для вас делать какой выкуп они сказали ну принеси нам амриту напиток бессмертия полубогов мы хотим приобщиться к жизни полубогов если мы пить амриту мы станем бессмертными как полубоги вот такой выкуп очень дорогой выкуп и Гаруда он полетел он там сразился он там все препятствия преодолел и даже Индра не мог его остановить потому что могущество Гаруды он регулирует сам сколько необходимо сил ему столько сил у него появится так он рожден был с таким благословением Гаруда непобедим и Гаруда еще никогда не видел Господа Вишну в этом в этом рождении он еще не знал кто он о своем служении о своем предназначении он просто выполнял свой долг перед матерью и в какой-то момент а когда он нес эту Амриту удивительно было то что Гаруда ни капли не поплывал из этого горшка Амриты он просто честно выполнял свой долг вообще не думал ни о какой выгоде поэтому Вишну восхитился им Гаруда и сказал ему ты необычное существо ты лишен всяких корыстных мотивов ты великий слуга и так проси у меня любое благословение какое хочешь желание выполнил и Гаруда когда Вишну он весь трепетал от счастья он такого никогда не видел такой красоты он выбрел хочу быть всегда над тобою чтобы видеть тебя выше тебя и что хорошо ты будешь моим флагом всегда будешь надобно а теперь сказал Гаруда ты проси мне благословение в боль любовь ушла я хочу быть над тобой стань моим транспортом так Гаруда снизу Гаруда сверху Господь Вишну посередине и здесь вот Кришна так этот флаг с гордостью поднимает есть Гаруда есть пальма благоприятная и Гаруда наблюдает за своим Господом с этого флага Шинарда сказал позднее Джарасандха вновь бросил вызов Кришне Баларами собрав новую армию состоящую из множества Акшелхини и снова он терпел поражение сражаясь с воинами Ядова стоящими под предводительством Кришны Ядова постоянно забирали великие богатства оружия слонов лошадей колесниц у армии побежденных трансцендентным могуществом Кришны он царь маленькие девочки носившие в кувшинах воду воинам Ядова могли легко взять то что хотели у погибших солдат вражеской армии видя богатую одежду и ценные имущества воинов неприятельской армии жители Матфуры испытывали великую радость то есть огромные богатства они заработали во время этой битвы они радовались но вы не очень рады этому нужно уметь наслаждаться жизнью так я понимаю эти строчки даже несмотря на то что армия Джарасанхи истребилась до единого солдата 17 раз он все же решил провести 18 сражение ну какая решимость представьте 17 раз терпела полное сокрушительное поражение и всякий раз его пленили связывали и потом отпускали с позором и он всякий раз давал обед больше все уйти в лес там в отшельничество пенит саньясу и всякий раз друзья подходили и говорят Джарасанхи ну это случайно несчастный случай так сказать просто не повезло не может такого быть ты самый сильный воин на планете все это знают просто какое-то невезение давай попробуем еще раз 17 раз его убеждали в этом ну нас май убеждает уже миллион раз в том же самом давай еще раз попробуем это прошло воплощение это прошлые темные века сегодня мы современные люди точно будешь удачлив давай попробуем миллион какой-то брак и май обещает что будешь счастлив и снова сокрушительное поражение снова хотим принять саньясу и май говорит не торопись просто невезение случайность попробуй еще раз ты красивый молодой все впереди еще так без конца без конца 17 раз нос без конца 17 раз он все это пытался и затем вдохновленный мной народа говорит народа также вдохновляла сражаться могучий царь Калаявана осадил Матфуру с 10 миллионов армии млечах вот еще один появился воин великий 10 миллионов армия царь млечах мисаят заметив что жителей и города охватила паника и ужас от атак армии млечах Кришна Баларам решили кое-что предпринять одной ночью господь Мадова чтобы защитить своих друзей родственников построил посреди бушующего океана город крепость Дварак ночью пока все жители Матфуру спали Кришна сам чтобы защитить своих друзей родственников построил город среди бушующего океана Дварака видшего карма небесный зодчий в совершенстве обеспечил надежную защиту этого города в восьми направлениях те кто стремились к освобождению могли видеть что этот город был наделен всеми богатствами Вайкунхи своей мистической силой господь Фари перенес всех жителей Матфуры в Двараку той же ночью пока они спали и так они заснули Матфури осажденные колояваны в беспокойстве некоторым и проснулись в Двараке в этих дворцах города на море которого не существовало кармши Кришна может такие вещи делать никакой кармы если нет кармы то все что мы хотим все присвоит нас никто не принуждает не заставляет не ограничивает как Прабхата говорит в духовной мире все возможно все что хотят в мире исполнения желаний это естественно никто даже не трудится для этого нет кармы что все служат Кришне а Кришна может построить город за одну ночь и перенести всех с нас туда даже на Вайкунху может перевезти сразу в одно мгновение все возможно вот царь Митхилы после того как Баларама отправился в Двараку Кришна безоружным вышел за ворота Матфуры узнав по моему описанию что этим безоружным человеком был Кришна демон Калаявана отбросил свое оружие помчался в догонку за Кришной желая сразиться с ним Кришна обернулся и увидел Калаявану увидев пустился бежать безоружный вышел Калаявана тоже бросил оружие он тоже знал этикет воинский и пустился бежать за Кришной желая бросить ему чтобы сразиться Кришна обернулся и увидел столбик странное поведение вот как это все объяснить слушайте дальше есть объяснение конечно же на виду всех солдат Калаявана преследовал Господа которого не могут поймать даже величайшие йоги преследуемый демоном Господь Мадов обижал долгое время а затем скрылся в пещере Черной горы в этой пещере спал сын царя Манхаты Мачкунда который в давние времена защитил полубогов от демонов как главнокомандующий армию полубогов Мачкунда не спал множество дней и ночей в те времена довольные полубоги обратились к великому царю о могучий царь проси любое благословение склонившись перед ними царь среди царей сказал он был человеческий царь он был настолько возвышенный и могучный что полубоги просили его помочь в сражении с демонами и Мачкунда выполнилось желание теперь он устал полубоги спросили что же он хочет я очень хочу спать когда мой сон закончится я хотел бы непосредственно увидеть Господа Кришны как удобно вот даже спать просыпаюсь видите Кришну вот это искон называется и пусть любой кто нарушит мой сон побеспокоив меня перед этим событием сгорит дотла от моего взгляда сказав эти слова в сати югу царь Мачкунда отправился спать аж до 2 пара юги вот это сон я понимаю нормально вот такие методы тоже есть пожалуйста если кто-то хочет спать можно путем Мачкунда идти но нужно стать это очень великим героем сначала нужно по-настоящему утомиться тут никто утомленный не выглядит поэтому как долго спать не сможет я согласна тому что все писывается современные люди не могут ни спать не бодрствовать не умеют никто ни другого непонятно спит человек иди бодрствуй с ним разговариваешь и не ясно тут конкретно спит значит спит бодрствуй вбежав в пещеру запыхавшийся колаявана тут же гневно пнул ногой царя Мачкунду разгневан долго бежал за Кришну и Кришна как бы от него прятался он еще поносил его когда бежал что ты трус убегаешь просто вызов остановись а Кришна убегал 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 и в конце кришна он даже не убегал а стал пешком идти а Калаявана бежал но не мог догнать его и вот он не мог понять как это у него получается из-за гнева он не мог распознать могучество Кришны вошел в пещеру разгневанный раздраженный там он еще более того разлюз потому что Кришна еще и спит вообще его игнорируют как воина понимаете ночью он еще не был рассержен раздосодован поэтому он так пнул со всей силы этого спящего человека думает что это Кришна а это был не Кришна а Мучугунда вот в чем дело а Кришна рядом с тобой он подставил Мучугунду видите хитро все сделано разумно мы учимся сознанию Кришны ногой пнул Мучугунда приняв его за Кришну медленно открыв глаза не хотел раньше времени медленно нехотя открыл глаза Мучугунда проснулся оглядевшись по сторонам он увидел Калаявану ему уже обещали Кришну вот Калаявану раньше времени меня кто-то потревожил о поверитель Митхилы разгневанный царь Мучугунда своим взглядом в мгновение око искипелил Калаявану кучка певниц вообще красиво человек спит утомленный на райских планетах спит в блаженстве потому что знает что когда проснется увидит Кришну и тут пинок явно не Кришна медленно открывает глаза медленно медленно нехотя просыпается вид какого-то Калаявану вообще певниц еще красивая картина смотрите и кучка пепла все это нужно показать со вкусом где-то так когда демон сгорел дотла верховный господь Шей Кришна пристал перед мудрым Мучугундой в своем сияющем облике когда все уже полностью дым уже рассеялся кучка пепла только осталась то есть как будто и не было никакого Калявана все очистилось таким образом то есть Кришна вышел дарью для того что Мучугун и созерцал его появился сам и тут он сиял как 10 миров на солнце излучая свет во всем своем могуществе с короной лучезарной как восходящее солнце с серьгами и браслетами его глаза напоминали лепестки лотоса у него было 4 веки его грудь украшал в знак шреватца гирлянды из лесных цветов а вот подобен грозовой тучи неотразим как миллионы купидонов во всей красе Кришна проявился перед мучугундой и так же прабхупада объясняет что движения у Кришны были завораживающие поминающие движения оленя мучугунда перешел в эту медитацию взгляд мучугунда остановился на этой форме пристально глядя на этот дивный образ и зная что перед ним стоит сам верховный господь царь мучугунда преисполнился блаженством в начале он поднялся сложив ладони а затем склонился перед господом с великой пряданностью чем мучугунда сказал я в глубоком почтении склоняюсь перед господом Кришной Говиндой сыном васудевы счастьем деваки и сыном нанды царя пустухов я предлагаю смиренные поклоны господу Кришне чей живот имеет красивое углубление напоминающее лотос но сюда украшен гирлянда из лотосов его взгляд прохладен как лотос а стопоподобно цветущим лотосам я падаю ниц к стопам наичистейшего господа Кришны из которого исходит безличный браман и всепопроникающая параматма он дарует счастье коровам и чувствам и избавляет от страданий своих преданных я в глубоком почтении склоняюсь перед безграничным господом Кришной который проявляет миллионы различных форм и имеет миллионы стоп глаз голов ног рук у него миллионы и миллионы имен он вечно верховная личность Бога который поддерживает все миры биллионы юг о Хари в этом мире нет более грешного человека чем я и нет никого кто мог бы очистить меня так же как ты поэтому о лучезарный господь владыка миров пожалуйста брось на меня свой милостивый взгляд и делай со мной все что пожелаешь Шикунда продается здесь такие вещи потрясающие Шинарда продолжал выслушав молитву Мучу Кунды и зная что его преданность выходит за пределы гун материальной природы господь Кришна чей облик исполнен вечного блаженства сказал глубоким проникновенным голосом о тигр среди людей среди царей ты очень удачлив твое сердце чисто в нем царит бескорыстная любовь и совершенное отречение отправляйся в мою обитель бодрикаширам совершив тамаскезы ты станешь лучшим из браманов о царь служа мне с любовью и преданностью ты достигнешь моей духовной обители простирающиеся за пределы материи те кто достигают ее никогда не возвращаются в мир рождения и смерти предложив поклоны и молитвы со склоненной головой обойдя вокруг господа царь Мучукунда преисполненный чувствами любви Кришни покинул горную пещеру два пара югу люди наделенные высоким ростом не наделенные высоким ростом увидев на дороге Мучукунду который был сто пальм в высоту страшно пугались и убегали проще вот Мучукунда появился видите сто пальм в высоту сатя йоги спал говоря им не бойтесь Мучукунда рассеивал их страх страхи продолжал путь на север тем временем Господь Кришна благословив мудрого Мучукунду вернулся в Матфуру окруженную варварами и уничтожил огромную армию влечих Кришна вернулся после этого события вернулся снова к Матфуру армия 10 миллионов солдат она осаждала Матфуру он вернулся чтобы уничтожить всех между тем Джарасанха жаждущий снова вступить в сражение созвал вместе всех великих астрологов браманов Магадхи астрологов собрал Джарасанха сказал если я нанесу поражение Кришне я пойму приберющий ваших стоп и буду вечно поклоняться вам браманам если я одержу победу но если я проиграю битву я убью вас всех и в этом нет мнения странный противоречивый взгляд правда с одной стороны он готов поклоняться всю жизнь браманам если не выполнят его желания если желания не выполнят он просто всех убьют но такая любовь Джарасанха бахти и в этом нет сомнений он обещает я убью всех сказав эти слова могучий Джарасанха возглавил армию из 23 дивизий решительно длинулся на Матфуру сейчас вы видите почему он так сказал он был не такой глупый он знал что Кришна услышит его слова и он не пожелает смерти так он хотел победить Кришну увидев Кришну Балараму будто в страхе убегающих из своего города словно обычный смертный Джарасанха громко рассмеялся сначала он решил не исполнять обещания данные Браманам затем он пустился в погоню за Кришной Баларамой в сопровождении множества воинов на колесницах преследуя их по направлению к горе Праваршана он хранил в памяти обещания Браманам зная что Кришна Баларама спрятались где-то на горе Джарасанха со всех сторон поджег гору он облил топленым маслом практически все спалив до тла все горные леса тогда Кришна Баларама верховные личности спрыгнули с вершины горы достигающей 88 миль в высоту и незамеченные своими врагами приземлились в дварке ну такая простая вещь просто спрыгнули и все и в дварке приземлились не сложно для Кришны ведь это не сложно в чем удивлялись вы же удивленные лица недоверчивые что-то сложно Кришна эти горы создает Кришна создает планеты пронизывает каждый атом что-то сложное для Кришны решив что Кришна Баларама живьем сгорели в огне могущественный Джарасанха вернулся в свою страну Магадха как великий герой по триумфальный бой барабанов 17 раз он проигрывал битву 18 раз Кришна сбежал Джарасанха почувствуется героем говорит он всем слов рассказывает что Кришна трус вот так чтобы исполнить свое обещание Джарасанха с великой преданностью поклонялся ученым браманам может ли человек потерпеть поражение если его благословляют браманы вот в чем был секрет победы Джарасанхи он был достаточно умен видите он знал что Кришна защищает браманов он как демоны могут тоже манипулировать влиять на верховную личность Бога в каком-то смысле как мы говорим Кришна не подчиняется ничьим приказам но Джарасанха конечно же был инструментом Кришны в этой деле но он думал что он управляет он он заставил Кришну проиграть это сражение вот создав такой трюк с браманами Шина и так я писал почему Господь стал жить в двороке теперь расскажу тебе о свадьбе о свадьбе Кришны Баларамы о царе Митхилы послушай историю о свадьбе Господа Баларамы слушая эту священную историю человек избавляется от последствий своих грехов и продолжительность его жизни увеличивается благородный царь по имени Анарта родился в династии Сури страна Анарта Дешина находящаяся в океанах в которой однажды послышались ужасные звуки была названа в честь царя Анарты ее сыном был добродетельный царь Райвата который правил царством и своей столицы Кушастхари у нее было сто сыновей и одна дочь по имени Ревати она мечтала красиво мужи который жил бы вечно и превосходил во всем других мужчин вот такая была необычная дочь умерла кто имеет такие мечты оууу вечный муж никогда не умирал превосходил бы всех других мужчин такое желание можно развить только в сознании Кришны развив такую веру и знание однажды царь вместе со своей дочерью сел в колесницу украшенную золотом и драгоценностями и отправился в путешествие поиска достойного для нее супруга благодаря своей мистической силе он достиг планеты Брамы намереваясь попросить для своей дочери подходящего мужа царь склонился перед господом Брамой пока Абсара Пурвачити пела он ждал удобного момента зная что Брама читает мысли других он сказал все что было у него на сердце то есть Брама был занят в это время он слушал пение погружен в пение слушал внимательно поэтому Райвата должен мысленно обратиться к нему зная что Брама читает мысли он произнес мысленно ты величайший наисторейший ты семья из которого происходит эта вселенная ты великая душа владыка о Брама ты всегда живешь в своей обители ты творишь поддерживаешь разрушаешь эту вселенную о владыка веды твои уста религия твоя грудь безбожия твоя спина ману твой разум полубоги части твоего тела демоны твои стопы а все творение твое тело эта вселенная подобно маленькому плоду амалаки в твоих руках ты колесничий управляющий этой вселенной посредством гун материальной природы ты словно паук а эта вселенная твоя паутина в будущем ты проглотишь вселенную царство индры находится в твоей власти что же говорить о царствах обычных царей или мистической силе йогов ты всегда живешь в высшей обители тебе о господь безчисленных добродетелей я выражаю свое почтение ты саморожденный ты прародитель всего во вселенной ты лучший из полубогов и свидетель всего о господь пожалуйста скажи мне кто должен стать мужем моей дочери которая которая живет вечно и обладает всеми высшими добродетелями то есть практически описывает господа браму как верховную личность бога бхагаван так говорится к великим личностям тоже этот термин приложим бхагаван но не бхагаван своям не изначально бхагаван и так брама он создается по образу и подобию вишну в этом мире он как бы занимает положение бога три бога существуют брама вишну шива и их изнутри материальной вселенной видит как равных очень трудно понять кто источник из них и когда нарада также иногда обращается к браме как своему отцу источнику вселенной брама закрывает уши говорит нарада не прославляй меня как бога потому что я не бог ты не знаешь этого ты родился уже после меня но я у меня есть источник я не первопричина но обычные полубоги не знают этого это скрытая истина чтобы установить истину открыть истинное положение господа вишну нужно трансцендентное видение причинно-следственная связь в этом мире не раскрывает этих секретов поэтому здесь брама он понимает как источник этой вселенной по отношению к этой вселенной это божество когда саморожденный брама свидетель всего услышал эти слова он улыбнулся и сказал махараджи райвати о царь одно мгновение в этом царстве брамалоки равно четырем югам на земле твои дети внуки и другие родственники давно сгинули с лица земли то есть пока ты разговаривал со мной прошло несколько маха юг на земле сейчас там нет никого кого бы ты знал и узнал тебя мы уже ничего не услышим о потомках твоих детей внуков или правнуков твоя династия прекратила существовать поэтому тебе следует обратиться Господу Баларами лучшему из всех драгоценностей среди мужчин которые живет вечно и предложить ему свою дивную дочь Баларам был в это время как раз на земле он пришел Кешева и Баларама две верховные личности Бога они два повелителя галоки которые не зашли в эту вселенную чтобы облегчить время земли они два верховных Господа два повелителя бесчисленных вселенных два божественных сына Васудевы очень милостивых своим преданным сейчас живут в городе Двараки в обществе своих спутников Ядовов выслушав эти слова Махараджи Райвата похвалился Господу Брами и немедленно отправился в величественный и богатый город Двараку на свадьбу своей дочери царь Райвата подарил колесницу созданную Вишвакармой которая была 8 миль в длину запряженной тысячу лошадьми также он подарил груды драгоценностей и красивой одежды которые получил в дар от Брамы раздав подарки он удалился свежать Аскезы священной Бодарикашем Затем в столице Ядов начался великий праздник Верховный Господь Санкаршин начали Баларама вместе с Ревать и шли в свадебной процессе из дома в дом Тот кто внимательно слушает или читает эту историю свадьба Господа Баларамы освободится всех грехов и достигнет высшего совершенства Будут ли вопросы Как Господь себя проявляет в этой битве полубогов и демонов в сердце человека как ведется Господь Параматма Он беспристрастен Если демоны молятся о победе демоны побеждают Если полубоги молятся о победе полубоги побеждают Он беспристрастен Если мы общаемся с Божественность своей природой Своей природой демоны очень сложно будет понять. Пропад говорит, что Равана родился в семье Брахмана, совершал аскезы, был великим преданным Господом Шивы. С обычной точки зрения это был великий святой. И как он заботился о подданной, какую отвагу проявлял в битвах, был великим героем. И тем не менее, счастливы, что он демон. Например, Ламка, Шри-Ламка, там была столица Раваны, верно? Там до сих пор Раману понимают по-другому. На Шри-Ламке Раману понимают по-другому. Кто такой Господь Рама? Захватчик. Пришел, захватил царство Раваны. Он кто такой? Настоящий герой Равана. Он исполнял все желания, построил город и золото. Набил такого благосостояния, как никто другой из царей. Бари Махара захватил всю вселенную и заботился также. Управлял. Как же определить, где демоны, где полубоги? А полубоги иногда гордятся, как Индра, допустим, хотят уничтожить Вриндаван. Знаете, что когда Индра не сумел разрушить Вриндаван, он был расстроен. Но Камсон написал ему письмо благодарственное. Его враг. Камса – это демон. И Индра – он враг демонов. И он не ожидал, не мог понять, почему прославляет его Камса и благодарит за что. И только постепенно стал догадываться, что, видимо, я что-то совершил неправильно, раз меня сейчас начинают благословлять демоны вообще. Посхищаться демоны. Он стал догадываться, что, наверное, совершил какое-то оскорбление. Видите, он тоже не мог понять, где божественное, а где демоническое. То есть не такие простые вещи. А Аджуна говорил, перебитывая на Куркшетре, я не могу сражаться с друзьями, родственниками, это мои близкие и так далее. Он рассуждал, как будто бы, как Бог. А Кришна говорит, нет, глупые твои рассуждения. И переведут к бесчестью. Путь-то неправедный на самом деле. А как это различить? Но только Кришна может это различить. Поэтому, если предаёмся Кришне только в этом случае. Кришна различает. Он указывает в сердце этот путь. Устраняет это невежество, просветляет, даёт разум от этого, особый разум, чтобы не сбиться с толку. Поэтому наша задача быть преданными. Это главное. Главное – это наш выбор, основной. Завтра идём на Гавардхан. Скажите, пожалуйста, с каким настроением надо совершать парикрам? Нужно ли вы пройдёте до конца? То есть вы собрались идти вокруг Гавардхан, Гавардхан Парикрамов. Вы должны почувствовать себе решимость, что вы пройдёте весь этот путь до конца. И всё. И главное, что в Парикраме – это слушание. Вы будете где-то время от времени останавливаться, вспоминать лилы, которые там происходили. Кто такой Гавардхан? Гирирадж, его происхождение, как он оказался здесь, вот в Матхуле, в Вариндаване. Какое он имеет значение для Вариндавана, для Кришны? Как он участвует в лилах этих? Самые сокровенные лилы, свидетель Гирирадж, Гавардхан. Лучший из всех слуг, говорится, из самых возвышенных слуг Гавардхан. Уддава, Юдтиштира и Гирири Гавардхан – три самых, самых возвышенных слуг Кришны, три харидаса их называют. У них у всех есть уникальная способность, особая бхава. Они настолько любят Кришну, что у любого человека могут вызвать слёзы, разлуки по Кришне. Юдтиштира был такой способностью. Кришна хотел уезжать в Двараку, и Юдтиштира не мог себе представить, что Кришна сейчас покинет их. Он собрал жителей Хастинапура и говорил, идите на дорогу, становитесь там, плачьте. Он увидит ваши слёзы и не уедет никуда. Если я буду плакать, то этого недостаточно будет. Я постоянно и так плачу. Но если мы все выйдем и начнем плакать, он точно не уедет, он еще останется с нами. И все жители выходили и плакали, по-настоящему плакали. Они чувствовали эту разлуку Юдтиштиры также, этот харидас, передавал нам это чувство любви Кришне особое. И Кришне увидел эти слёзы, настоящие искренние слёзы. У жителей Хастинапура, он поймал могучие Тиштиры, вот такую привязанность к нему. И ради Тиштиры он говорил, я никуда не еду сегодня. И таких обстоятельств я не могу покинуть Хастинапура. Удава, всякий, кто видит его в два руки, уже плачет по Кришне. Просто увидев Удава, уже слёзы наворачиваются. Такая любовь к Кришне невероятная, потому что он сам становится второй копией Кришны, у него даже цвет тела, как у Кришны. И носит только одежду после Кришны, и гирлянды только от Кришны и Удава. Он как две капли воды с Кришной похожи. И он, если видит грозовую тучу на горизонте, он кричит, Кришна, Кришна бежит туда. А что же, говорит Гиррадж, если на его теле происходит столько уютных игр, самых сокровенных по Кришне, рады Кришна встречаются. Для них всё, для них прекрасные сиденья, мягкие они становятся. Прекрасные цветы, пещеры с драгоценными камнями, с зеркалами, с лучами, для маведни, для коров, для всех, он отдаёт всего себя. Кришне отличается от Кришна в своём могуществе. Кришна говорит, зачем поклоняйтесь Индре? Гордый полубог, что от него толку? Он льёт дожди, куда попало, куда не надо, куда надо. А мы зависим-то не от Индры, а от Гирраджа. Он нам даёт траву, он даёт, например, поклоняться Гирраджу. И Кришна потом держит Гирраджу на левой руке и семь дней. И все переживают очень жить с людьми. Насколько же это тяжело должно быть, а? Насколько это страшно, страшная аскеза держать такой холм. Но Кришна играет на флейте в это время, успокаивает их. Когда Он говорит на флейте, Матхумамма беспокоиться начинает. Кришна перестанет говорить на флейте, я знаю, что у тебя флейта, она топит камни вообще. Сейчас он потечёт на нас вообще. Он растопит своей флейтой. Поэтому у каждого есть свои проблемы, все беспокойства. И Кришна создаёт внутри, там под Гиррадханом, прекрасные пастбища, сухие площадки, удивительную мебель такую естественную. Все там очень комфортные, прохладный ветерок. Никакого дождя, всё спокойно. И Индра не может понять, что же там происходит. И они могут уничтожить Уриндаван, там у них пиво, веселье, счастье. И приходит благодарственное письмо от Камрса. Спасибо тебе, Индра, наконец-то ты стал нормальным другом. Что ты больше вызов этому Кришне, Крюм Вриндавана. И тогда Индра приходит всегда постепенно, возвращается в свою божественную природу. Это всё вы видите. И самое высшее место на Нирирадже считается духовное. Это Радакуншямакун. Тоже вы видите, если кто-то не видел. Эти два озера созданы слезами Радхи Кришны. Слезы прямой. Если кто-то примет омобение в Радакунде, в этой жизни придёт прямо, говорится. «Можно принимать омобение в Радакунде?» «Можно принимать омобение в Радакунде?» «Вообще нельзя, но никто не слушается. Пропада не принимал омобение. Ученики не понимают, что Пропада не принимал в Радакунде, но ученикам не запрещал это дело. Про себя он говорит, что я себя чувствую недостойно войти в эти воды. Однажды был случай, когда ученики Пропада в его присутствии пошли в Радакунде, почувствовали счастье, стали резвиться в воде. И кто-то прыгнул с берега туда ногами. И вот тут Пропада разгневался сильно. Сказал, я себя не чувствую достойно войти в эти воды. Но сейчас вы пнули ногами Ши Матери от Харани. Вот как нужно относиться к Радакунде. То есть настроиться нужно невходимым образом, чтобы принять омобение там. Настройка – это смирение. Неотъяснение с телом. Без каких-то материальных желаний. Это великое почтение омыться в Радакунде. Выражение почтения, служения. Нужно признать себе вечным слугой Радхи Кришны. Там живут черепахи. Пастырянами. Прадакунде. Великие мудрецы, говорят. Поплачавец. Нитарий преданности Швара Пропада поясняет, что преданное служение направлено на Кришну и его чистых преданных. Об отношениях между преданными Швара Пропада говорил, что преданные должны сотрудничать, дружить. Вопрос. Что значит служить преданным? И всем ли нужно служить? Да. Надо подумать, кому же служить, а кому не служить. Этому служить, этому не служить. Давайте попытаемся понять смысл этого выражения, служить преданным. Как вы понимаете слово служить преданным? Служить преданным не означает служить чувствам. Это как раз служение непреданным. Материалисты так служат. При этом, если мы хотим, чтобы служили нашим чувствам, мы должны платить за это. Если вы можете хорошо заплатить за этот сервис, они хорошо могут служить. Это материальное отношение. Удовлетворение чувств за определенную плату. Если даже мы говорим о семье материалистической, там тоже есть удовлетворение чувств за определенную плату. Там нет какого-то бескорыстного настроя. Обязательно за какую-то плату. Ты мне, я тебе. Это материальная дружба, материальное служение. Она пронизана чувством выгоды определенной. Но служить преданным преданным не удовлетворяет свои чувства. Вы не можете служить преданным, удовлетворяя его чувства. Он не примет этого. Это отвратительно для него. Потому что это преданным. Служить преданным означает вдохновлять на преданное служение. Поддерживать веру преданного. Поэтому служить нужно всем преданным. Тут без ограничений, говорится. Без ограничений. Вы становитесь духовным учителем, если вы можете служить преданным. Если вы также людям служите, как преданным, именно их душе служение оказывается, вы становитесь учителем. Так что учитель служит всем своим ученикам. Всем людям, которые искренне настроены на сознание Кришны. Ващнав служит. Это служение Господу, на самом деле. Поэтому служа преданным, мы учимся служению Кришне, потому что ващнава не удовлетворяет свои чувства. Они довольны только тогда, когда мы углубляем веру друг в друга. Преданное служение. Веру в духовного учителя, веру в шастры. Это служение нужно совершать абсолютно всем преданным, без ограничений. Да, мы же так делаем. Мы собираемся все вместе, поем все вместе. Харе Кришне, это служение. Служение ващнава, когда вместе собираемся мы, а оказывается служение друг другу. Говорящие служат, слушающие служат, все, все здесь слуги. Здесь нет господ, никто не удовлетворяет свои чувства. Самая большая радость привлечения людей к сознанию Кришны, к духовной жизни, но так же был инцидент неприятия духовной жизни человеком по моей вине. Нет, эти переживания на платформе ума, как проповедовать, не привязываясь. Бхага Вадгита, 12 глава, говорит, Кришна говорит, «Погрузи меня весь свой ум и разум, думай обо мне постоянно». Так ты будешь жить со мной постоянно. Но если ты не можешь погрузить весь свой ум и разум в меня сейчас, то следуй регулируемой практике Бхати Йоги. То есть время от времени можешь думать обо мне. Когда джабу повторяешь или книги читаешь, время от времени регулируй в течение дня, совершай усилия, прилагай такие усилия, следуй регулирующим принципам Бхагти Йоги. И время от времени будешь думать обо мне, и так же постепенно придешь к совершенству. Если ты не можешь так же и этого делать, время от времени думать обо мне, и постоянно, тогда работай, делай что-то для меня. Похоже, это легче для тебя, поскольку ты привязан к какой-то деятельности. Да, можешь что-то для меня делать, так тоже ты будешь помнить, научиться помнить вам вопрос. Если ты не можешь работать для меня, это тоже по какой-то причине ты не можешь сделать, тогда ты можешь жертвовать плоды своего труда, что-то посвящать. Какие-то заработанные деньги, использование духовное развитие, свое или других людей, что-то ты можешь сделать, так ты тоже постепенно придешь к совершенству. Если ты даже этого не можешь делать, ну тогда обратись к знанию, получай знание. Ну и с чего мы начинаем? Мы изучаем Бхагавит, мы обретаем знания. Мы уже используем плоды своей деятельности в служении Кришне, как умеем. Мы даже можем совершать какую-то деятельность только для Кришны, в книге распространять или проповедовать. Мы также следуем регулирующим принципам бхакти и йоги, мы шраванам, киртанам, джапам, медитациям, членник негрегулируемым, применяем это все. Но наша цель с вами – погрузиться полностью, весь ум, разум, всю свою душу. Кришна говорит, можно таким постепенным путем это сделать, не будет конфликта. Также, если проповедуете людям, помните об этих градациях, об этих возможностях, с каким человеком общаетесь, каковы его возможности. Так, чтобы он не отверг то, что вы сказали. Всегда и сказать то полезное, что человек не отвергнет, скажет спасибо. С опытом мы должны научиться понимать эти вещи, не навязывая то, что люди пока не могут принять еще или понять. Читал статью в интернете под названием «Научность сознания Кришны». В статье говорилось, что город Двараку нашли на дне Аравийского моря. Возник вопрос. Зная, что Дварака полностью созданы из драгоценных камней, неужели ученые не могут извлечь все эти богатства? Нет техники или причина в другом, прокомментируйте. Я думаю, богатства ждут вас, похоже. А я не знаю, как строилось Дварака. В конце концов, это было мистическое сооружение. А что значит мистическое сооружение? Например, что такое драгоценный камень в нашем понимании? Это определенный материал, называется как-то, у него есть свои свойства, цвет, твердость и так далее. Но что такое драгоценный камень в духовном измерении? Это живое существо. Из каких драгоценных камней Дварака была, сложно сказать? Кришну строил. Мы сейчас видим, что там, может быть, камни какие-то остались, но кто его знает, что это было до этого. В Двараке жили квадриллионы, 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 только личная охрана в городе. Кришну, а город-то небольшой. Вы скажете тоже, а как это все помещалось? Ну, вот такие измерения Двараки. Дварака духовная, я не знаю, могу объяснить его. Ну, факт, что на дне Равийского моря там, да, подтверждают, был город. Ну, какой город, мы не знаем, мы слышим только из описаний. Пуран. Насчет драгоценных камней, да, можно поискать. Как правильно понимать, что, выслушав эту историю, получишь освобождение? Мы все освободились? Жила два брата, значит, в деревне. Такая есть история плеча. Один праведный, значит, другой грешный, у них был отец также. И такой был грешный один, такой грешный, его все просто ждали, когда он вздохнет вообще. Ну, вот столько грехов, такое отвратительное вообще. И он умер, умер молодым. Все деления вздохнул, сказал, ну, правильно, так и должно, на самом деле. Такой грешный был отъявлен. Он умер, и брат его, второй благочестивый, совершил три церемонии. Шратха три, потому что одной было мало. Столько грехов, что три церемонии посмертных совершил. Надеюсь, что ты его освободил из грехов, что человек не пойдет в ад его брата. А однажды утром он пошел в лес за хворостом. А там было огромное дерево баньян. Там было такое дерево. Он услышал голос своего брата. Так я такalled!! Ты что здесь, да я здесь. Повидение. А отстрадаю. Помоги мне сделать что-нибудь. Не выносить либо. Дела нет, пищи нет, холодно. я три церемонии шатха провел и как? да хоть сто провели столько грехов боже мой, придумай что-нибудь страдаю что же делать? и тут приезжает странствующий проповедник из Искона саньяси и начинает класс Сама Бхагавата в течение семи дней этот брат прибегает и за этот вопрос, что делать? брат сильно страдает, живет в дубле, стал привидением всю жизнь, говорит, что вся деревня его знает сейчас страдает непомерно что же мне делать, он ему родственник просит помощи ну так пусть приходит на класс Бхагавата приводи его так как я его придумал, привидение вот тебе бамбуковый жезл из семи колен пусть войдет туда и этот жезл приноси на класс Бхагавата ставь в угол, пусть служит он сказал дорогой, заходи, пойдем на Бхагавата ты при жизни не слушал, сейчас нужно другого способа нет шатха не поможет, грехов много вот, саньяси, говорит, из Искона авторитетно надо слушать себя, кого там о Кришне и тот вошел в этот жезл и стал ходить на Кришне и каждый день когда он рассказывал с Бхагаватом, одно колено этого жезла отлетало раз в каком-то знак того, чтобы прослушанное было запомнено а на седьмой день вся деревня увидела на этом классе Бхагавата как сверху спустилась такая, знаете, цветочная колесница в свои руки и там были четырехруки и такие и что ты такие же дела как Верховный Господь все сказали где это привидение тут и коснулись этого жезла выдачили это привидение уже в такой же четырехрукой форме прекрасной украшенной в гирляндах и, знаете, боже салубь, яблоти на пушпаку и в духовный мир и вся деревня рот раскрыла а мы, а мы что? мы тоже слушали и все мнения он освободился этот грешник а мы тут все остались и все поймут и саня себе как так получается что грешники освобождаются праведники остаются здесь вы поймите для него это была единственная последняя возможность освобождения вы всегда откладываете в свою духовную жизнь вы же праведники вы говорите, ну завтра еще послушаю потом еще, он не первый раз приедет ну я еще успею у меня куча работы много долга у меня, долг я должен выполнить свой долг это не главный долг а для него это было главной обязанностью поэтому он освободился от всех грехов подождите, сказали так начинаю заново еще сильнее слушаем все они слушали еще еще и семь дней все освободились все сейчас этой деревни на карте нет можете проверить не существует все освобождены то есть, конечно, здесь имеется в виду что нужно слушать пока мы не услышим эту историю это не история это лива Кришна это реальные события которые протекают в сердце преданного их можно увидеть именно там их нельзя увидеть как-то еще так, когда сердце очищается мы сможем пережить все что здесь написано и это имеет в виду мы достигаем освобождения мы как бы входим в Игорь Кришна таким путем просто слушаем обходили в Риндаван образовались большие мозоли больно ходить босиком завтра на Гавардхан нужно идти в сандалиях вопрос можно идти в сандалиях ну как, может, я же не знаю что сказать у каждого индивидуальная ситуация наверное носки одевают передные какие-то носка это невозможно так касаться в сандалиях тоже сейчас ходят некоторые сейчас никто так строг не скажет вам на этот счет ничего ну решите как если невозможно идти то ну что делать если Кришна увидел что сердце царя Чатракету чисто и он поднялся над тремя гунами зачем он направил его в Бадарикашин Чатракета Мочукунда о нем мы сегодня читали в Бадарикашин чтобы стать Браманом то есть он не был освобожденной личностью нет, как видите Кришна является заметьте вот в этом случае с Мочукунда он явился по благословению полубогов потому что он заслужил Мочукунда своей праведной деятельностью этой благочестивой деятельностью бескорыстной деятельностью и так через полубогов Кришна был удовлетворен его служением и явился по благословению полубогов в этой пещере на какое-то время перед ним давай созерцать свою трансцендентную форму четырех руку с этими атрибутами Мочукунда возил с молитвой и описал эту форму реально увидел Кришну но лишь на какое-то время все, потом Господь ушел Господь ушел больше не появлялся аналогично тому как Нарадамуни лишь какое-то мгновение мог созерцать форму Кришны и так же затем но он не мог больше видеть он должен был совершать духовную практику аналогично в нашем случае мы тоже можем испытать какое-то духовное откровение какое-то время и затем долго совершать практику не имея каких-то больших откровений почему так почему лишь только на какое-то мгновение Кришна являет себя или свою пхаву чтобы привлечь внимания преданного к себе а потом исчезает что за трюк такой Рупад объясняет это природа духовной энергии встреча, разлука усиление отношений так Кришна знает как привязать сердце преданного к себе как вырвать его из этой вот гун материальной природы он дает короткий даршин это короткий даршин душа привязывается к Кришне он говорит равносильно тому как человек бедный вдруг внезапно разбогател получил наследство нашел богатство на него такое счастье но в следующее мгновение он все теряет представьте в этой ситуации в этом положении происходит нечто удивительное он днем и ночью думает о своей потерянии еще в другом думать не может также преданные некоторые уже годами спрашивают где же Кришна где же Кришна где же Кришна я ни о чем другом думать не могу я лишь получил короткий даршин а так до сих пор не видел его где же Кришна где же Кришна где же Кришна правильное понимание этого термина и что значит в нее не вмешиваться если это происходит в сфере моего служения нет неправда это неправда это гун материальной природы это не сфера нашего служения вот сейчас в этом месте скажем так конечно это Дхама она вне гун природы но если говорить о материальном измерении так в любом месте где бы ни находились в храме или мы находимся за пределами храма находимся в собственном доме или в гостях везде есть гун материальной природы и все же пробовалось что в храме нет гун материальной природы что имеется ввиду что мы не сосредоточены на гунах когда мы находимся в храме их как бы и нет в этом случае но в других обстоятельствах мы выбираем с вами в храме даже выбор нет вы приходите там всегда киртендом стандарты поддержки попадаете в эту атмосферу вы чувствуете вы чувствуете себя хорошо если регулярно приходите в храм но в другом месте всегда наш выбор какую мы выбрали вот это сфера нашей деятельности выбор не думайте что политика это мой выбор нет то есть политика политика как бы в сфере вашего служения не думайте это выбор ваш это не сфера вашего служения это просто ваш выбор неправильно можете в любом месте выбрать тамас раджис или садву или кришну так что же неровно вセ empirical кришна тамас раджис или садва что вы думаете вот в любом месте если вы выбираете тамас не думайте что это сфера вашего служения если вы выбираете раздражение критику вмешаетесь в политику вы начинаете критиковать, не думать, что это сфера вашего служения. Это просто тама, сфера вашего служения совсем другого была. Не замечать этого, не замечать этого, а пытаться удовлетворить Гуру и Кришну и служить преданным, вдохновляя их, поддерживая веру, получая знания. Вот сфера нашего служения. Политика – это хорошая вещь для тех, кто имеет соответствующую природу и квалификацию. Можете заниматься политикой. Если вы политик по природе, разумный человек, и вы знаете, как строить политику, чтобы люди получили благо от этого духовного. Замечательно. Но пока такой квалификации нет, пожалуйста, не имитируйте эти вещи. Не думайте, что критиковать и кратце – это и есть политика. Это просто не из шигуны природы. Это не развитое сознание. Это не в сфере нашего служения вообще. Ни один очарий не рекомендует такой менталитет, такое поведение. Ни один из духовных учителей не говорит нам заниматься этим. Политика, если вы используете ее в сознании Кришны, для этого нужен опыт хороший. И квалификации. Если ваш духовный человек подтверждает вашу квалификацию, как политика, может заниматься политикой. Строите общество, влияйте благотворно, пожалуйста, если вы такой разумный, сильный человек. Пожалуйста. Но если просто вы начинаете критиковать, быть недовольным, это плохая политика. Это не служение Кришны. Это сфера удовлетворения чувств, ложного эго, амбиции. Неудовлетворенного вожделения и прочее, прочее, прочее. Почему Ютиштира Махарадж, обладая такими возвышенными качествами, не был таким близким другом Кришны, как Арджуна? Не думайте так, пожалуйста. Ошибку можем совершить. Для Кришны разницы нет между Ютиштир и Арджуном. Вот на этом мы должны остановиться, вот в этих оценках. Это очень высокий уровень. Не сравнивайте, пожалуйста, сейчас в своем воображении Арджуну и Ютиштиру. Мы совершим ошибку. Можно ли и нужно ли строить домики на Адвардхане? Если да, как это правильно делать? Бьете лопату, цемент, кирпич. Разрешение на строительство. Вы уже строите дом здесь, в Адвардхане, когда просто приезжаем здесь, служением занимаемся. Уже этот процесс начинается. Я не знаю, какой-то поверье есть такое здесь. Вы слышали, что если вы такой домик сложите на Адвардхане, будете жить здесь когда-нибудь. Поэтому приятно делают это. Они влюбляются в гирираджи и быстренько эти домики строят. Наверное, все кругом эти домики. Все хотят жить на два бриндавана в конечном итоге. Это, поверь, я не читал это в книгах Прабхупады, например. Вы считали, нет? Нет тоже. Ну, это вот как бы больше народная традиция, чем что-то основанная шастра. Не знаю. Ну, ничего плохого там нет. Это тоже как любовь к дхаме так проявляется. Так что, можете, аккуратно построить. С почтением, потому что это Гвардхан, гирирадж. То есть, никто этому не препятствует. Не уверен, что кто-то препятствовал с духовным учителем. В этом году будет месяц с парашютом. А скажите, пожалуйста, о важности этого месяца, как мы должны его проводить. Как обычно, 16 кругов ежедневно. Ты регулируешь принципы преданного служения. Для преданных ничего особенного нет. Это больше для материалистов. Эти правила, чтобы привлечь к преданному служению. Говорят, вот в этот месяц вы это сделаете, получите столько всего. Они, вот в этот месяц будем делать. Они могут, скажем, на ревьем поста стать вегетарианцами, допустим. Для материалистов. Преданы всегда вегетарианцы. Преданы всегда в преданном служении. В месяц с пуршотом, в другой месяц, с днем и ночью. Какая разница с датами? Вот это наша позиция. А так, месяц с пуршотом, он на самом деле очень могущественный. Если месяц с пуршотома, ждите месяц с пуршотома. Сейчас можно расслабиться, конечно, но месяц с пуршотома. Он заменяет все остальные месяцы, знаете, ну, как предан говорит. Дни икадыши есть, пандовый икадыш. Он заменяет все икадыши, все ждут его. Иначе, если решать такие уже вещи, что можно не соблюдать только раз в году поститься, тогда я бы сказал, или нет, нет, он не заменяет, он не заменяет. То есть у нас регулируемая практика, вот это главное. Как удержать умонастроение возвышенное, когда видим несоответствующее поведение Бриджабаси? Вот Бриджабаси, видите. Есть сведения, агрессия к животным, счастный обман, когда касается сдачи денег. Начинаем осуждать их, начинает спорить ум. Они все последнюю жизнь живут и уходят в духовный мир. Не позволим, за такие грехи мы их тут оставим, вместо них сами пойдем. Правда же, да? Да, да, мы тоже помним, нас специально послали, ну, тоже, когда увидели, что происходит на ловой базаре, как обманывают преданных и так далее. Мы тоже стали критиковать, Бриджабаси, шикху не носят, курят, нет. В таком духе все. И о том настроении у нас проявилось, помню, да. И нам послали нашу наглаготам для русских Шаварама Махараджа. Знаете Шаварама Махараджа? Он не улыбается. Он говорит, спокойно, так что вы цепенеете просто этого тона. Он нам рассказывал, что такое Дхама, как это значит, что Бриджабаси, которые родились здесь, необычные люди. И он сказал нам, что в Дхаме здесь нет треугун материальной природы. Кто-то на ваших глазах курит, но вы не знаете, что у нас с ними происходит. Потому что это Дхама. Вы не видите внутреннюю энергию, внутренний посыл. Вы видите, что только внешне что-то напоминает вам просто курящего человека. И так далее. Но в Дхаме все пронизано пхавой. Иначе это не Дхама. Вриндаун Дхама означает пхава. Не только люди, курящие или не курящие, но и деревья, и насекомые, и собаки, и емуны, и воздух, и пыль. Все пронизано пхавой здесь. Вот это Вриндаун Дхама. Вот это вы пытаетесь увидеть. При этом, да, можно увидеть, что кто-то совершает здесь грехи. И Труппада говорит, так вы увеличите популяцию обезьян. Повриндаун Дхаме. Здесь есть свои законы. Несомненно, тут есть свои законы. Самсары, наказания и так далее, или поощрения. Но все равно это Дхама. Да, тут эти законы выше, превыше всех других законов. Потому что здесь вы на коленях у Кришны сейчас располагаетесь. Если вы взвесите грехи местных жителей, так сказать, с количеством наших греков, потеряете сознание. От такого понимания. Вы вообще не сможете представить, как мы вообще оказались здесь. Как мы вообще этим воздухом дышим и ходим по земле. Если соизмерим количество греков. Не просто видим какие-то вот такие вот недостатки, да? А количество греков. Потому что Дхама это необычное место. Да, нас тоже обманывали, с нами торговались и прочее, прочее. Один предан не внес божества и рассказывал. Большие божества, огородь не та. Я сказал, откуда? Ты что купил, что ли? У тебя что, деньги были? У нас ни копейки никого не было. Нас еще и обманули предан. За каждую группу нужно было там бороться. Помню, меня специально приводили на УЗБ, чтобы я ругался там с торговцами. Я говорю, ты обманывал, 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 мы к тебе больше не придем. Ты обманщик, обманщик. Мы уходили. И тут пытался что-то рассказать, да не обманщик, я просто торгую и прочее. И вот так, знаете, вот, к сожалению, но мы были непреклонны, мы обвиняли все. А тут у них вот божества, я говорю, откуда? Говорю, пожертвовали. Кто? Бриджабаси. Те, которые вот обсчитывают там. А как? Я просто сказал, что я с Украиной, денег нет. Хочу поклоняться, говорю, не так. Да вот тебе поклоняюсь. Без проблем, вообще никаких денег не надо. Вы в Бриджабаси? Только напомним тему о Боге, не сразу же перед вами станут вот так. Сразу же. Это же бриндаунтхама. Старайтесь не видеть тут недостатков, старайтесь. Развивайте другие глаза, попытайтесь почувствовать эту внутреннюю жизнь. Где-то мы были здесь, стали ходить по храмам Бриджабаси. Это был Гавина Махараджи, Драдима Свами. Да, насколько я помню, мы зашли в какой-то храм здесь, в Ориндаване. Предных Искон там не было. Там перед открытием алтаря в храме были Бриджабаси. Типичные такие, знаете, у них яркие сари, там такие одежды. Типичные Бриджабаси, это и храм, они всю жизнь приходят туда. Общаются с Богом постоянно. И Пуджарит сказал, ну подождите, Исконовские предные пришли, надо подождать, надо подождать 15 минут на открытом божества. Ну и как обычно Бриджабаси говорит, 15 минут, на самом деле час там проходит. Искон тайм или как-нибудь. Вериндаун тайм. Так мы еще называли. Вот, и Гавиндаму Градж начал петь хиртан, просто там храм. Обычно просто хиртан подкаратал. Мы настроились на хиртан, чтобы войти в эту медитацию, в эту имени. Бриджабаси не настраивались, которые там были. Я был поражен, как и произошла трансформация. Они все стали красивыми вдруг. Я только что, они некрасивые. Обычно люди с полей пришли, такие черные, знаете, вот такие вот грубые. Вот они там сажают что-то, работают. Они тут же все стали сиять. У них глаза стали искриться. Они услышали с другими, они говорят, давай там так танцевать. Такое там устроили. Это Вериндаун Тхама. Пхава. Посмотрите, что в сердце здесь, как тут живые существа чувствуют себя, как они общаются. Какие отношения с Богом у каждого есть отношения с Богом. Не пытайтесь находить тут недостатки. Иначе все эти недостатки мы увезем туда с собой. В Вериндаване недостатков нет. Об этом пишет Прабхадана Натарасвати. Он говорит, вот когда я оглохну к недостаткам других. И когда я ослепну к недостаткам других. Вот тогда я смогу вечно жить в Вериндаване. И могу видеть Божественное чудо. Вот это сознание Вериндаване. Не обращайте внимания на какие-то вот эти, так сказать, проблемы. Когда обходите парикраму, не наступаете на муравьев. С почтением ко всему живому. Так Тхама раскрывается. Кришна доволен? Спасибо большое.